Что год культуры нам готовит? Сегодня в Москве глава Чувашии принял участие в заседании Оргкомитета по проведению в России года культуры. Помимо глав регионов и федеральных чиновников, в заседании участвовали и деятели культуры. Марк Захаров, Владимир Спиваков, Илья Глазунов, Олег Табаков и другие. Главная задача, по мнению членов Оргкомитета, это дальнейшие масштабные преобразования в сфере культуры. Необходимо приложить все силы и сделать так, чтобы даже в самом дальнем уголке нашей большой родины люди смогли видеть своими глазами шедевры отечественной культуры. Из Москвы наш корреспондент Дмитрий Ковалев. Последний раз члены Оргкомитета по году культуры собирались только в октябре. И вот спустя полгода в Москве было решено провести расширенное совещание. Министерство культуры пригласили известных артистов, режиссеров, директоров федеральных телеканалов и региональных чиновников. Возглавила это заседание председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что год культуры стартовал эффектно по всей стране. Жители многих регионов уже успели оценить шедевры искусства, которые были привезены на выставки даже в удаленные города. Но в плане Оргкомитета еще множество масштабных фестивалей. Они удивят даже самых искушенных зрителей. Но год культуры это не только зрелищное мероприятие, подчеркнула Матвиенко. Скоро будет принят новую федеральность закона культуре. А каждые пять лет в стране и вовсе планируют отмечать юбилеи года культуры. Вот такие наполеонские планы. Это вовсе не изобретение велосипеда. Такой формат применяется за рубежом, в том числе и в Организации Объединенных Наций. Он себя хорошо зарекомендовал. Он позволяет не только закрепить имеющиеся положительные тенденции, но и придать новый импульс, обогатить новыми идеями, свериться с требованием меняющейся реальности. Итогом этой работы должны стать не только масштабное преобразование собственного отрасли культуры, но и качественное изменение вообще в общечеловеческой культуре, культуре общения, управления, труда, не исключая и культуру законотворчества. Членам Оргкомитета были интересные региональные инициативы. Глава Чуваши Михаил Игнатьев рассказал о том, свидетелями каких событий в год культуры станут жители и гости республики. Фестивали, которые уже полюбили все, продолжатся. Масштабный культурный марафон ожидается уже этим летом. Планируется до конца этого года реконструировать дворцы культуры в Чебоксарах, филармонию, здания и ряда сельских учреждений. Большие денежные средства предусмотрены и на повышение заработной платы работников отрасли. Если говорить о финансировании сферы культуры, то в текущем году на эти цели в республике из всех источников финансирования направляются полтора миллиарда рублей. Это ростом к уровню прошлого года на 10%. Не буду отнимать ваше время перечисления мероприятий, которые запланированы по проведению года культуры. Они закреплены в наших решениях, их тысячи, и они проходят в каждом городе, в каждой деревне, на каждой улице. И мне остается добавить, что уже сегодня в Москве было принято решение о том, где завершится год культуры. Эффектную точку всем мероприятиям поставят в Санкт-Петербурге на масштабном форуме уже в декабре. Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов, Республика, из Москвы.